Отрицательная энергия. Как это отрицательная энергия? Энергия, вывернутая наизнанку, из-под энергии. Причины там инверсируются. Вы меня услышите раньше, чем я что-то произнес. Следствие перешает причину. Это значит, возможность связи с будущим. Возможно получить информацию из будущего. Вот это так называемый мир тахиона, мир сверхсветовых частиц. Так что мы с вами должны признать, что мир, в котором мы живем, это мир-парадокс. Странный мир, странный мир. И нам надо расстаться с нашими представлениями о том, что есть простые, однозначные истинные. Вот это усложнение взглядов о мире коррелирует с тем, что происходит в психологии, с тем, что происходит в понимании человека. Конечно, человек тоже существо крайне парадоксальное, хотя бы потому, что в человеке есть соединение двух началов. Начало дионисийского – это рациональное, природное, спонтанное. И начало полонийского – это начало рациональное. Начало связанное с расчетом, с анализом. Вот греки это хорошо понимали, когда поклонялись одновременно и Дионисову, и Аполлону. Это вот тезис и антитезис. Но вот в нашей душе эти два бога как бы срослись. Они друг от друга неотделимы. И поэтому вот просвещенческая программа на то, чтобы строить общество рациональное. Общество, которое может быть предвычислено. Если хотите, выражаясь по сравнению, запрограммировано. Вот только надо поднять сознание людей, и все будет хорошо. Эти утопические иллюзии просвещенческие, они, конечно, сошли на нет. Мир оказался гораздо сложнее. Человек не хочет, не хочет быть ясным, не хочет быть существом сознательным, не хочет строить коммунизм. Вот утопия, она чем интересна? Утопия как раз, она рисует мир, где нет никаких парадоксов. Мир утопия – это мир, начисто свободный от всякого признака парадоксальности. Мир, где все просто, где все аналитично. Очевидно, попытки воплотить утопию в жизнь встречаются с мощным антологическим сопротивлением. Бытие устроено иначе. И утопия противоречит самому бытию, идет как бы ему наперевес, наперекор. И поэтому утопия всегда терпит крах. А дража стоит в этом наша иррациональная жизнь. Полный парадоксов. Сегодня мы живем в мире, где парадокс немножечко как бы слегка дегенерирует, я бы сказал. Вот. Ну, вы сами понимаете, что есть трагические продукты, есть продукты комические. Правильно, да? От великого до смешного один шаг. Мир всегда будет расколот, я думаю, на противопорствующие стороны. Это нормально, нормально. Но что такое мир, где есть один надушие? Это мир, где отсутствует парадокс. Правильно, да? Вот. Парадокс он антологичен. Парадокс заложен в самом фундаменте бытия. И поэтому мы должны соответствовать бытию. Ну и противопорствующих ничего не можем сделать. Мы должны быть в бытии и нелепо переделывать антологию мира. Она нам рассеена всегда. И вот надо как-то считаться с тем, что в этом мире есть разные точки зрения. И что и столкновение этих разных точек зрения может приобретать характер, конечно, парадоксальный. Ну вот мне кажется, что вот вся история с... Вот для тебя такой маленький политический экскурс. История с памятником в Эстонии, да? Она вообще-то парадоксальная, эта история. Потому что здесь доминирует рациональное начало. Иррациональное начало. А парадокс, кстати, он иррационален, я замечу, да? Парадокс как раз он дейсцинирует с чем? Вот. С рациональной ясностью. С той ясностью, которая так любит эпоху просвещения. И которая так чтит утопия. Вот смотрите. Красная площадь. Красная площадь. Ну что, красностная площадь, это красота. Красная, значит, красивая. Это что-то связанное с жизнью. Правильно, да? Это связано с чем-то вегетативным, витальным. Рядом с храмом Серия Блаженного. Храм, где органика бурлит. Образует вихообразные потоки в этих введительных главках и так далее, и так далее. И вдруг на красной площади кладбище. Труп Ленина, захоронение. Парадокс, понимаете, да? Прарадокс уже такой, где иррациональность имеет, я бы сказал, какой гротескный характер. Гротескный характер, да? Вот антитетика большевизма. Антитика чему? Традиции и так далее. А что здесь получается? Получается, что в общем-то трупы становятся средствами пропаганды. А их надо, например, уважать. Понимаете? Надо, например, уважать, надо их чтить. А тут вообще проходят парады рядом, да? Вот. А теперь еще на Васильском спуске устраивают молодежь какие-то невероятные праздники, фестивали свои. Плохо спать этим мертвецам. Не все там из них были праведники. Но все равно мертвецы, да? Ну, а что делать? Так, это сохранить этот парадокс навсегда, я думаю. То же самое и в Эстонии. Ну что, вот. Смотрите, вот встаньте. Я так думаю. Вот парадоксальная ситуация. Парадоксальная ситуация, когда идет внутренняя борьба. Вот примерами себе такую ситуацию. 1812 год. Французы забывали Россию. Все. Россия оккупирована. Наполеон победил. Мы? Мы покремли. И вот нам на помощь пришли немцы. Выжибли французов из Москвы. Но не чтобы уйти туда, к себе домой. Они остались у нас в Москве. И в честь своей победы над французами здесь, в России, и они победили. Нам помогли, конечно. В Россию, что они вышибли, да. Они на Красной площади поставили памятник немецкому солдату. А потом так сложились обстоятельства, что, в общем-то, там, в Германии, стало плохо. Германия свою колонию потеряла. И немцы ушли из России. Как нам уступить с памятником на Красной площади? Что нам делать? С одной стороны, это памятник освободителю. А французы-то вынимительные были из России. Это памятник оккупанту. Оккупанту, правильно, да? Вот. Начинается двоение. Двоение чувств. Принимается цивилизованное решение. Не разгромить этот памятник, да? Вандальским способом. А перенести его в более достойное место. Европейское решение, а не азиатское. Но понимание это решение не следит общего понимания. Единодушного понимания оно следить не может. Идет возгонка разрешивых чувств. А что побеждает? Побеждает все-таки культура. Побеждает все-таки европейское начало, а не азиатское. Вот видите, я хочу сказать, я не хочу здесь быть судьей, не желаю быть судьей. Но то, что ситуация парадоксальна, это да. Также парадоксален Борис Николаевич Ельцин. На ней покойный. И вот помните, когда он пришел к власти в январе 92-го года, он написал статью Бориса Ельцин про антиномию. Ну не знаю, правда это или неправда. Ее передали в «Радио свободы», и говорят, что Борис Николаевич к ней эта статья отнесся. Я не вручаю, что это отвечает истинами. Ее целиком передали, что он как-то задумался якобы. И был не очень доволен. Но никаких я не имел других сведений. Но в этой статье я сильно показал, что человек противоречивый был во всем. Но вот смотрите, как его жизнь трагически завершается. Человек стал одни цели, получил обратное. Хотел Россию инкорпорировать в Европу, в мир цивилизованный. А Россия наоборот сейчас отшатывается от мира. Фигура трагическая. Но именно потому, что он был парадоксальным человеком, именно потому, что он нес себе энергию парадокса, он коммунист стал либералом, вот он смог проломить эту страшную преграду, и брешь он сделал в этом коммунистическом ужасном загоне. И эта брешь расширилась настолько, что свобода хлынула на нас, и мы ее получили, и вряд ли мы ее захотим кому-то отдать. Вот пример парадоксальной личности, которая творит историю. Личность рододоксальная, серая, рутинная способна только тормозить. И поэтому Борису Ельцину судить, как его судить, парадокс вообще судить трудно. Понимаете? Парадокс надо принимать. Понимаете, да? Потому что любой суд над парадоксом, он будет судом односторонним. Односторонность, она неадекватна самой природе парадокса. И в это великое счастье, что появился вот такой парадоксальный человек, как Борис Николаевич Ельцин. И я думаю, что он все-таки очень много сделал позитивного. А то, что он сделал негативного, это не он это сделал, это сделал историю. Потому что это не так просто сломать сопротивление, сломать, сломить сопротивление вот этих костных большевистских сил. Так что я хочу вам пожелать заключение чего? Адаптироваться к парадоксам, играть парадоксами, нести в себе парадоксы и их культивировать. И не стремиться их разрешить. Потому что, ну как, можно, конечно, как сказать, нужно ли парадоксы разрешать? Ну да, так получается, что парадокс превращается в норму, но никогда не до конца, да? Ну вот мы верим в богачещество Христа, но это как бы, никто с этим не спорит. Но все равно, кто это понимает, этот парадокс глубоко? Нет. Парадокс, он остается все равно, даже если мы его как-то прокомментировали, как-то к нему, вот еще повторяю, люблю это слово, адаптировались к парадоксу. Но мы его не сняли. Снять его нельзя. И не нужно его снимать, не нужно его снимать. Нужно понять следующее, что мир парадоксален в своих основах. Что парадокс есть понятие, не гноциологическое, а онтологическое. Парадокс заложен в самом бытии, в самом фундаменте бытии. Я сомневаюсь в том, что есть бог-творец, но если он есть, то он построил мир совершенно правильно. Он построил его не по однозначной схеме, не по модели, не по парадигме машины. Он построил его как систему синергетическую, где вот есть это бруление противоречий, бруление парадоксов, и поэтому мир жизнеспособен. Парадокс Виталин. Вот это самое главное, что я хотел бы сказать. Я думаю, что на этом достаточно. Если есть вопросы, пожалуйста. Позволено по Достоевскому Аташеву, да, вот такое что-то, да. Но это не так, да. Понимаешь, вот это так называемый и морализм, и морализм, да. Но понимаю, в чем дело. Все-таки есть противоположность двух начал, да. То, что работает на жизнь, и то, что работает против жизни. То, что задействует бытию, и то, что задействует небытию. Поэтому мы можем сказать, что нравственные поступки, как правило, они несут в себе витальные начала, да. Вот любовь, да, так, сострадание. И наоборот, ненависть, там, разная форма ксенофобии, правильно, они работают на небытие, да. И это уже есть критерия для развлечения нравственного и без нравственного. Лично мне кажется, что, конечно, понятие нравственности, вот, понятие нравственности, нравственности не двойственное. Есть в них и абсолютное, есть в них и относительное. Но если мы будем строить этику только на относительных моментах, то мы, конечно, потеряем себя, потеряем Бога в себе. Я считаю, что существуют некие абсолютные представления о добре, о справедливости. Я в это верю. Хотя это никто не может доказать. Это не доказано. Это просто пока это вера. И, ну, эта вера терпит часто крах. Вот, пожалуйста, Сократ, Сократ, ведь он как говорил, да, вот, благо это знание, да. Вот, если он понимает, знает, да, то он уже будет нравственным, правильно, да. Вот, главное в этике Сократа. Ну, сколько у нас сегодня знающих бандитов, и чекисты были грамотные, а мерзавцы, замерзавцы, замерзавцы, правильно, да. То есть знание и есть гарант добродетельности. Понимаешь, да. И такого гаранта мы не знаем, да. Вера, вера, да. Сколько под эгидой веры свершается дикостей преследования инакомыслящих, фанатизм, вера не есть здесь, гарант нравственности. Вот. Вот, я очень долго думал над этим вопросом, а можно ли построить вот этику без понятия Бога. Я думаю, что можно, можно. И вот в этом плане мне очень нравится Иван Антонович Ефремов, столетие моего обменили, с дня рождения. Вот он был атеистом, но он был человеком абсолютной нравственности. Вот читайте его романы. Я был сейчас на конференции в честь Ефремова, и там была молодежь из МГУ, немного было людей. Но люди, которые прониклись в этой философии, я думаю, это люди, которые уже никогда не будут потеряны для России. Это люди, которые будут нарабатывать добро.